Друзья, всем доброго дня! Продолжаем бороздить просторы Ярославской области. Сегодня держим путь в деревню с красивым названием Покровские горки. Ну, название отчасти говорит само за себя. Горки. В этом слое можно понять, что деревня находится на какой-то возвышенности. Действительно, так оно и есть. Деревня находится немножко как бы на горе, а внизу протекает река Волга. Именно вот та река, которую сейчас мы проезжаем. Едем мы по плотине через ту самую реку. Ну и, собственно, несколько слов о деревне, о местности. Значит, деревню Покровской горки смело можно назвать пригородом Углича, так как находится она всего лишь в двух километрах от города. Это если брать вот от центра, там, наверное, там два, там три, может быть. Вот, если брать от вывески, где кончается город, то там буквально 500 метров, наверное. 300-500 метров, то есть и начинается сама деревня Покровской горки. Ну, вот мы уже на левобережной части города Углич. То есть и сейчас вот еще немного, еще чуть-чуть, и мы на месте назначения. Ну вот, друзья, мы въезжаем в деревню. Дорога до деревни Асфальт. Деревня довольно-таки большая. Порядка, наверное, я думаю, больше 40 домов в деревне. В принципе, дома все дачные. Я имею в виду, что в основном это приезжие, Москва, Подмосковье. Ну, само собой, местное население, то есть и дачники с города Углич. То есть, в общем, деревня, наверное, в процентном отношении на 70 на 30 примерно. 70% дачного населения, 30% проживает круглый год. Хотя сейчас все больше и больше идет тенденция к тому, что люди, многие проживают круглый год в деревне. При наличии хорошего транспортного сообщения, логистики, то есть доступа к городу, это абсолютно не является никакой проблемой. То есть, жить можно в деревне и приезжать на работу по каким-то делам неотложным в город. То есть, это абсолютно, повторюсь, как бы не составит никакого труда. 10 минут мы ехали от города Углич, то есть при такой спокойной езде. Поэтому, в принципе, это все более чем возможно и реально. Значит, едем вдоль Волги. Еще раз напомню, что деревня стоит на берегу реки Волга. Это Верхний Бьев. Начало Угличского водохранилища и туда дальше, к Калязину, Кашину. То есть, Волга идет в расширении. То есть, в Фарватере, это, наверное, до 4 километров достигает разлива. Поэтому, ну, достойные места для любителей рыбалки, да и вообще, как бы, для любителей активного отдыха. То есть, это, я думаю, что будет очень интересно. Ну, в принципе, деревню мы проехали, показали, что из себя представляет деревня Покровские горьки. Сейчас поедем к объекту. Стоит сказать, что смотрим сегодня мы не дом, а земельный участок, который расположен на самом берегу данной реки. Это первая береговая линия. Здесь, наверное, развернемся мы и поедем непосредственно уже к участку. Пока вот хочу показать вот такие красивые виды на Волгу. Здесь даже есть место для спуска. Ну, для тех, у кого участок не расположен на берегу реки, то есть на второй линии. То есть, спуск, в принципе, возможен вот здесь. Ну, в нашем случае, повторюсь, спуск возможен прямо с участка. Но, тем не менее, хочу просто показать вот берег, подход к воде, дно, песчаное дно, то есть местами галька. Вот такой прекрасный вид. Ну, а теперь к участку. А это я, друзья, уже нахожусь на участке, как раз вот у границы, которая подходит к водоему. Первая отметка, то есть этот столбик, это является конечной точкой. То есть дальше пошла водоохранная зона и река Волга. Конечно, участок придется приводить в порядок. Участок зарос. Площадь земельного участка 20 соток. Участок довольно, кстати говоря, широкий. Сейчас Александр нам поднимет руку. Вот туда, где столб, вот там Александр стоит. Это, значит, конечная точка другая. И туда вверх. То есть, если на словах, то примерно где-то 40 метров ширина, 50 длина, то есть плюс-минус. Там может быть там 35 на 65, что-нибудь вот в этих пределах. То есть мы там более подробно постараемся указать. Вот. И вообще сейчас, наверное, поднимем дрон, чтобы показать, как это выглядит сверху. Ну, а пока, вот еще раз, это вот такой подъезд. Я сейчас буду выходить на главную дорогу, которая идет по деревне, откуда мы приехали. К слову, сказать про электричество. Оно на участок заведено. Здесь вот, сейчас я покажу, стоит столб с электричеством. Вон тот, друзья, столб, точнее, силовая опора подходит на участок. То есть видно, что кабель подведен, то есть провода приходят на столб. В принципе, электроэнергия подведена. Все способствует для строительства дома. Единственное, что участок, конечно, требует планировки и дальнейших организационных работ. Вот. А так, в принципе, участок высокий. То есть, как бы участок высокий, сухой. Рядом соседский участок тоже, в принципе, застроен. Здесь, вот, не знаю, отсюда видать, там вот тоже идет стройка, дома. В принципе, еще раз повторюсь, что деревня перспективная именно для вот такого дачного активного отдыха и для любителей отдыха на воде. Да, и что немаловажно, что выход нам непосредственно на реку и сразу же туда глубокая река. Ну, я имею в виду, фарматор подходит. Ну, удобный спуск для катера, в принципе, это все возможно организовать. Конечно, вот эту линию, то есть, перед спуском к воде придется, наверное, как-то разряжать. Но делать это, вот полностью выпиливать и вырубать это нежелательно, так как все-таки Волга это не только хорошие стороны, то есть, ну, это также и ветра, и ветра немалые, на самом деле, стоит сказать. Поэтому все-таки эти деревья как-то будут немножко спасать от ветра. Да, и, кстати говоря, друзья, еще здесь вот несколько слов хочется сказать по поклонном кресте. Поклонный православный крест. Установлено здесь не случайно. Это место бывшего монастыря, который был затоплен в годы гонений на церковь, революционные годы. Монастырь с братьями, с людьми, которые были на тот момент в монастыре, кто-то покинул монастырь, кто-то остался, в общем, был затоплен. Находился он там, то есть, как раз вот эта вот часть Угольского водохранилища, Волга была гораздо уже, вот, и вот с строительством плотины, вот, ну, произошли вот такие вот события. Целая история, кому интересно, есть о городах под водой, Малога, в том числе и углич, часть углича тоже была затоплена. И вот с этим событием связана установка этого креста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok